Вот это лицо нашего города, депутатов, муниципалитет. Вот такое вот в ямах, в лужах, в грязи. Лужи, грязь и многочисленные ямы. Картина для жителей дома химиков 100 привычная. Капитального ремонта при домовой территории за свою почти полувековую историю этот двор никогда не видел. Тут люди проходят вообще посторонние люди и то они в шоке от того, что какая у нас дорога. Если бы сейчас у меня была лопата, я бы сейчас по идее взяла лопату и показала вам, что здесь асфальта нет. Здесь просто-напросто земля. Здесь не то, чтобы на машине, здесь пешком пройти невозможно. Я вот вижу соседку, она постоянно ребенка из машины на руках выносит. Потому что это нереально. Зоя Цибина живет в этом доме с 1976 года. Женщина никак не может понять, почему в соседнем дворе с домами более поздней постройки к капитальному обновлению уже почти все готово, а до них большой ремонт все никак не дойдет. Нет тротуаров, нет дороги. И машины ставить вон. Дети дома вот дорогу хочут делать, они при нас строились. Три смены колотили сваями. 102, 110, 94, и это все при нас. Меня беспокоит, вот у нас 102 дом, он включен в план в текущем году. Вот у нас расстояние между нами. Они включены, дом построен позже нашего, а нас в этом году опять нет. Вот если туда пройти, там нет такого состояния, у нас даже пешеходного тротуара нет. Ни детям, ни старикам идти. В Кедах преодолеть лужи во дворе хоть и сложно, но все-таки возможно. Для людей же более старшего поколения эта миссия становится практически невыполнимой. Жители дома химиков 100 не знают, куда идти и кому обращаться, чтобы их услышали, чтобы появилась хоть малейшая вероятность того, что их проблема все же будет решена. Как, к кому обратиться? Я ходил-ходил. Это не наш, это не ЖЭКа, это, оказывается, садика. Говорили, что в нынешнем году будут и опять на следующий год отбросили. Годами нас кормят. Люди рады бы потерпеть, да вот только конкретных сроков проведения капитального ремонта придомовой территории никто не называет. Нижнекамцы уже устали обивать пороги кабинетов и писать гневные письма. С вопросом, как быть, что делать и когда это все закончится, жители дома обращались и к Денису Баландину. Вот только в разумительного ответа от чиновника им добиться так и не удалось. Я обращалась к Баландину на его официальную страницу в Инстаграме, где он выкладывает подвиги ремонтов дворов, как все там красиво и здорово. Я обратилась к нему с нашей проблемой, на что он сказал, что наш двор не входит в план текущего года по ремонту. Я задала ему прямой вопрос, по какому принципу вы выбираете дома для ремонта дворы. То есть я знаю, что в 2016 году делали Мира 83. Дому 26 лет было на тот момент. Этому дому было уже 40 и состояние дорог было такое ужасное уже на тот момент. Он мне не дал ответ. Женщина дошла даже до приемной президента Татарстана. Она по интернету отправила туда обращение, которое в дальнейшем вернулось в местный муниципалитет. Правда, вразумительного ответа на вопрос, когда коммунальщики приступят к ремонту внутридворовых дорог, жительница Химиков 100 так и не получила. Со мной связалась девушка. Тоже начала мне давать какой-то ответ. Но она, видимо, сама не понимала, о чем говорит. Я спросила, вы видели мое письмо, вы видели фотографии, которые я прикрепила к файлу. Она говорит, нет. Я говорю, тогда нам поговорить-то не о чем. То есть нет человека, который несет за это ответственность. Но это стыдно. Ежемесячно платить кварплату пройти негде. Для того, чтобы окончательно выяснить, когда же во двор дома Химиков 100 придет большой ремонт, мы обратились в управляющую компанию. Заместитель директора ПЖКХ-17 Руслан Нигматолин заявил, что о проблеме жильцов он знает. В этом году вставала республиканская программа «Наш двор», которая рассчитана на 5 лет, в результате которой все дома города Нижнекамска должны быть охвачены ремонтом дорог, тротуаров. К сожалению, за один год охватить все дома города мы не можем, поэтому эта программа рассчитана на 5 лет. В 2020 году данный дом не нашел в программу. На 2021 год программа пока еще не сформирована. Поэтому будем надеяться, что на будущий год или ближайшие годы ремонт зайдет в данный двор. Более точную информацию нам удалось выяснить через прислужбу администрации города. В этом году в списках дворов счастливчиков нашего пенсионера нет. Конечно, так как дом включен в программу «Наш двор», ремонт сюда непременно придет в период с 2021 по 2024 год. Ну а пока жителям придется набраться терпения все так же перепрыгивать грязь у подъезда и ямы на дороге. Катерина Короленко, Марина Чернышкова, НМедиа.